Ну вот, чувак, это опасный вопрос. Не надо, вырежь это, пожалуйста. Сложный вопрос, как заработать на музыке. Ах, ты все знаешь. Как помогли, так и помогли убить украинскую музыку. Или вот такое, рву на себе рубашку, гопца дариться, гопцаца. Нет какого-то среднего состояния. Это чисто алкоголическое состояние. Ну, было, знаешь, напряжно. Были некоторые вопросы, прям меня заставляли задуматься. Но вообще, в целом, зашибись. Всем привет. Меня зовут Юра Третьяко. Это People Life. Вместе с нашим партнером Zna.ua и Политека мы говорим только с теми людьми, которые заслуживают вашего внимания и времени. И пока мы не начали, сразу поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, потому что у нас сегодня Миша Бусин, автор, продюсер, музыкант. Привет, привет. Привет, Юра. Я знаю, что ты и на гитаре играешь. Потрясающе. Да, была у меня такая карьера гитарная. Я когда-то закончил и консерваторию даже по гитаре. То есть я, в принципе, когда-то собирался связать свою жизнь серьезно с классической музыкой. Сразу всем телезрителям напомню, что Миша Бусин – это тот самый Миша Бусин, который с Marouf и все, что вы помните. You better focus on me. И все эти хиты, которые просто у вас уже в подсознании – это руки и талант Миши. Вся эта музыка была создана им. Да, так вот. Миша, в конце давай вот обязательно заспойлерим. В конце мы озвучим, сколько реально стоит сделать продакшн песни у тебя. Если подключить твой талант к артисту, я уверен, получится что-то крутое. Сколько это может стоить, учитывая то, что ты приложил свою руку к большим артистам. Можно перечислять их много. Мне кажется, мы можем озвучить несколько имен. Потап был там? Нет. Ну, в смысле, мозги, по-моему, да? Ну да, с мозгами мы сотрудничали, но так, если честно, довольно эпизодичное. Не полностью. Мой самый, наверное, большой все-таки проект моей жизни – это Marouf. Вот все, что происходит на сцене, как это происходит, ну, конечно, это шоу. Но ты при этом всегда оставался очень-очень так скромненько в тени. Ну, пришла пора там менять, да, было такое. Ну, потому что, ты знаешь, я как бы всегда был музыкантом, знаешь, и вот играл долго в группе. Вот я как бы не видел даже себя, в принципе, на большой там сцене. Мне все время казалось, что это моя участь вот в себе. Сидеть в тени – это меня вполне устраивало. Я напомню зрителям маленький спойлер историю, когда мы с тобой после премии, по-моему, Юна, и ты несколько раз выходил на сцену за премией, за статуэткой. Очень скромно выходил, брался на сцену, все ждут. Ну, сейчас, наконец, ну, Marouf, мы все слышали, ну, что же, ну, везде же написано «бусин, бусин», ну, давай, Миша, и Миша выходит. Спасибо. И ушел. И после этого мы садимся в машину, приезжаем с тобой на автопати, как сейчас помню. Приходим, на автопати стоит девушка, которая, собственно, организовывает эту автопати, и говорит, смотрит у тебя, здравствуйте, простите, у нас закрытое мероприятие, вы кто? И ты стоишь со статуэт. Я со статуэт, как говорят, да вот же. И ты говоришь, ну, я... Ну, ты меня тогда узнал, говоришь, и это с нами. И я тебя про... То есть ты понимаешь вообще, какая история была? Я тебя, как победителя на автопати затаскивал через... Ну... Знаешь, хочется сказать, сука, как? Ну, как это может быть? Не знаю сам. Комфортно ты себя чувствуешь, что вроде как лавры, да? Ну, везде твое имя написано, но при этом тебя не узнают, и ты как-то очень... Да, это вообще отлично, вообще комфортно. Я могу жить обычной человеческой, человеческой жизнью. Знаешь, звезды, они же... Сейчас только с масочным периодом у них только началась свободная жизнь, когда они могут надеть маску и пойти куда-нибудь. Вот я недавно Потапа встретил с Настей в ЦУМе. Они просто себе там ходили в масках. То есть их так не узнал. Вот. А вообще, на самом деле, эта шумиха, ну, это немножко мешает жить, на самом деле, как мне кажется. Ага. Ну, на сегодняшний день ты начинаешь свой собственный проект. Да, но я, в общем, так все это отмел, и думаю, хватит уже, надо и самому попеть, и самому уже как-то развиваться. Потому что в предыдущем интервью, я читал его в печатном издании, ты говорил, что, ой, да вот это петь, лезть на сцену, быть артистом, вообще не моя история, мне это столь ценилось. И буквально только ты это сказал, проходит чуть-чуть времени, и мы узнаем, что, оказывается, ты делаешь проект. Ну, только трусы не меняют свое мнение. Так, расскажи, что ты, что за проект ты делаешь? Проект мой сольный, там я пою, там я автор музыки, у меня еще есть автор, Андрей Бескровный, Блодлесс, вот он пришел. Это тот, который был на сцене с мозгами на всех их концертах выступлениях? А он и до сих пор с ними работает, это диджей, очень талантливый человек, он и автор, и музыкант, вообще идейный вдохновитель, и, в принципе, можно сказать даже, что с него даже началось, как бы, вот этот наш совместный проект. Стиль, направление музыки вы выбрали? Стиль у нас, я не хочу тоже раскрывать все карты, я хочу, чтобы это осталось немножечко секретом, сейчас у нас очень скоро уже будет релиз первый, уже готово много треков, все классы. Сколько, 5, 7, 10? Ну, около 10. На концерт хватит? На концерт хватит, да. То есть очень скоро можно звать вас на корпоратив? Очень скоро, да. Просто на неделю? Можно уже даже сейчас звать. Еще мы запускаем наш блог, тоже мы так немножечко решили, да, рассказать о том, о закулисе, как это все происходило у нас. Вот, и в блоге мы там уже поподробнее объясним, расскажем, что там, о чем. Так что смотрите тоже. Ну, если вспомнить «Грибы», они никогда не давали интервью, не раскрывали закулисье, ты мог только послушать их песню и видеть там кусочки, там где-то кто-то снял, такой, знаешь, папарацци. Хочу подвести к той теме, которая меня очень сильно волновала, как и многих, я уверен, кто следит за Маруф, это шлакоблочина. Это тот проект, который меня вызвал не то, что диссонация, а прям, вау, моя киска в зоне риска, там, вот эти все истории. И тексты, конечно, такие, прям, ну, на грани фола, прям, прям, что? Ну, после «You better focus on me». Я когда с Маруф только познакомился, она все время говорила, что «я потом сделаю шлакоблочину». То есть эта идея у нее уже давным-давно родилась. И название, и она прекрасно уже понимала, что это будут песни на грани фола, с матюками, с какими-то детскими рифмами. Вот, ну, что прикольно, очень такой интересный получится, по-моему, про проект. У нее было время тоже, то есть она выпустила ряд песен Маруф, и было время заняться каким-то бисайд-проектом. У меня есть, кстати, с ней фит, мы с ней спели вместе. Это был, наверное, мой один из дебютов первых вокальных, песня «Вечеринка» у нас была. Очень веселая песня, послушайте. Послушайте песню «Вечеринка». «Шлакоблочина и бусин». «Шлакоблочина и бусин, вечеринка». Класс. Ну, просто и у «Монатика» вышла после этого «Вечериночка». «Вечериночка» вышла, да. Ну, какое-то такое совпадение, вообще куча песен «Вечеринка» сразу появилась как-то. Знаете, такое есть иногда, вот ты какую-то мысль словил, вот тебе показалось, что это прям фреш вообще. И тут отсюда, отсюда и отсюда ты слышишь то же самое. Думаешь, елки, как так? Че так, как-то так получается? В общем, не только, оказывается, ты словил эту мысль. Когда вы встретились с Маруф и обсудили «Шлакоблочину», там не было денежной составляющей, что «Ой, мы поедем в тур, мы входим на днях городного выступа». Ну, потому что реально там нижнее белье, полуголые эти образы. Ну, да, я думаю, что это был больше, во-первых, проект рассчитанный на стриминг, на просмотры, а не на выступления. Хотя я знаю, что Маруф поет некоторые песни из этой «Шлакоблочины» на своих концертах, и они просто залетают на «Ура» вообще. Если честно, поклонники очень оценили ее. Вот, ну, это просто у нее была такая возможность это сделать. Если взять историю «Успеха Маруф», там, конечно же, не без лейбла это все было, когда взяли трек, и по факту, ну, лейбл уже пустил, там была и Польша, там было много стран, потому что песня на английском. Но если говорить вот о тебе, вы уже думали, каким примерно образом сделать так, чтобы, ну, там девочке секс понятно, и музыка крутая, талант не пропьешь, хотя и пытались, но чем зацепить? Да чем зацепить? Ну, я не знаю, просто классная музыка, классные треки будут. Они нам очень нравятся, я уверен, что это залетит, ну, то есть, может быть, это прям не везде-везде залетит, но какие-то поклонники сто процентов будут. У нас в основном материал на русском языке, есть эксперименты на английском, тоже интересные, прикольные, ну, в целом это будет русскоязычный материал. Лейбл какой-то уже подписал вас? Да, у нас подписали, тоже не хочу пока раскрывать там карты, но лейбл хороший, нормальный. Москва, Украина, мир? Это мировой, мировой лейбл. Я знаю, что к тебе часто приходят не только артисты, которые уже состоялись, либо которые уже заняли свою нишу и место, но и те, кто еще только хотят. И вот совсем недавно к тебе пришла артист Инна и Алина, две девочки, одна сексофониста, одна певица. Да. И я был очень удивлен, когда она мне присылает, Инна присылает демочку, говорит, слушай, вот так пишем. Интересно твое мнение, что сказать. Я послушал, думаю, слушай, а кто, я изначально послушал, а до этого я не знал, честно, я помогал придумывать туда припев, вот, но то, что я придумал, оно не зашло. Ну, суть не в этом, а в том, что, и потом она говорит, ну, вот это Миша Бусин делал, и я, да ладно, ну, и у меня был шок, что, во-первых, как у вас хватило, вот, влияние, повлиять, чтобы он вами занялся, чтобы он что-то написал, чтобы у него было время на вас и так далее. И у меня был такой вопрос, вау, и вот расскажи ты, как это обычно происходит? Да, много есть, конечно, мне часто очень пишут, можно ли посотрудничать, но в целом я стараюсь вообще не пускать в свою жизнь незнакомых людей, которые мне... У меня есть пул артистов, с которыми я работаю, у меня действительно, вот, как ты говоришь, работы хватает полностью. Ну, так как-то иногда случается, что у меня есть какой-то там свободный промежуток, и хочется как-то что-то новое сделать кому-то. Есть еще артисты, да, с которыми я работаю, они не очень, может быть, известные, начинающие артисты, ну, порой бывает такое. Аня, на сколько месяцев вперед загрузка по работе? Знаешь, мне кажется иногда, что это отмазка, потому что если человек не хочет, я тоже так всегда говорю, тем, с кем я не хотел бы работать, я говорю, что я очень занят, и у меня все, оно месяцы вперед расписано. Вот, не всегда так, ну, вот, можно найти, если тебе действительно интересен этот проект, вот, я думаю, что можно найти время и вдохновение для того, чтобы, ну, написать. Ну, просто знайте, если вам сам продюсер говорит, что, извините, все расписано до 23-го года, то вас плавно, легко, тактично послали на юг. Множество украинских артистов работают сейчас за рубежом, ну, если говорить, там, Россия, Китай, везде. И самое главное для любого артиста, это, конечно, уже материал. Есть ли у тебя такие артисты, с которыми ты бы хотел больше поработать, чем они с тобой? Ну, может быть, там, не знаю, Аня Лаурак. Сотрудничать в плане какого-то фита, вместе сделать уже песню, то есть, я уже сейчас не сильно мне интересно, как бы, писать просто аранжировки кому-то, и, ты понимаешь, да, то есть, уже развивать свой проект, я сейчас на это больше настроен. И по сотрудничать именно с каким-то артистом, сделать классную песню вдвоем, это только за. Вы же спойлер не дали, как называется твой проект? Проект называется Бусин. А, так и так? Ну, конечно, имя уже это раскручено, как бренд. Зачем придумать что-то новое? Мы оставим то же самое. А, окей, то есть. Бусин – это моя фамилия, ты, ну, зачем что-то придумывать еще, если есть это уже. Ладно, раскроете маленький прикол. За кулисами знаешь, как обычно шутили? Есть Миша Бусин, а есть Буся Мишин. Ну, и так нормально, очень нежная шутка. Ты этого, может, не знаешь, но некоторые называют… Буся Мишин. Ну, ничего страшного. Это лучше, чем как-то по-другому. Ну, да. А мы можем сделаем параллельный проект еще один. Буся Мишин, будем петь какие-то детские песенки, например. Там все будет наоборот. Да, у нас есть песня про муравья, еще не реализованная. Вот туда, может, мы… Все-таки, смотри, раньше было Маруф и Бусин, а сейчас это может быть Мозги и Бусин, а сейчас это может быть Киркоров и Бусин. Ну, я правильно понимаю, что теперь абсолютно к Бусин можно представлять любого артиста, это будет фит? Да, совершенно. И там будет либо твоя музыка, либо даже кусок вокала, может быть, бэки, еще что-то. Да. Ну, кстати, если серьезно, ты хотел бы поработать с украинскими артистами, возможно. Это может быть Монатик, например? Конечно, с удовольствием. То есть, хотелось бы с ним поработать? Да, я его очень уважаю, с удовольствием. Это был бы Монатик и Бусин, или это был бы просто Монатик? Бусин, фит, Монатик. Нет, ну, конечно, обязательно фит, конечно, если бы вместе. То есть, я бы поучаствовал в плане саунда, в плане песни, в плане вокала. То есть, совместно какой-то сделать продукт с удовольствием. Ты как талантливый аранжировщик, саунд-продюсер, назови, пожалуйста, несколько имен недооцененных украинских артистов, певцов. Ты знаешь, трудно по-украински мне говорить. Вообще, мне украинская эстрада в последнее время немножко расстраивает. То есть, связано с квотами? Трудно сказать. Я об этом думал, я не могу понять. Некоторые считают, что квоты как помогли, так и помогли убить украинскую музыку. Без альтернативности. Что-то в этом есть. Я не знаю, это очень сложный вопрос. Социальный, экономический, то, что у нас не очень хорошо работает авторское право и все остальное. То есть, не сильно выгодно сейчас быть певцом, артистом и вообще этим заниматься. Это дело фанатов, мне кажется. Деньги мы любим. Правда, ты любишь деньги? Конечно. Деньги любят тебя. Но вот как друга Ли, сейчас мы ее знаем, по поводу денег, авторское право не очень хорошо работает. Но, если говорить о роялти, я был очень удивлен, что я выпустил одну из песен, и она принесла аж 4 тысячи гривен. Это типа, ну, окей. За три месяца песни. Не очень много. В смысле, не очень много? Ну, ничего. На это жить нельзя. Это если у тебя 100 песен, и все они успешные, все приносят деньги, то ты тогда как-то можешь купить новый компьютер, купить новое оборудование. Это же все тоже очень дорого стоит. Давай вернемся к роялти, которые уже были получены. Какой максимальный гонорар, который ты получал? Можешь не озвучивать, за что? Просто порядок. Порядок – это роялти, которые приходили за наши песни с Маруф, которые были наиболее успешны. При помощи нашего лейбла международного, который смог это очень грамотно распространить и принести нам доход. Да, то есть то, что возможно, в принципе, получить за успешный коммерческий трек, который вышел на международный уровень, это серьезные суммы. За них можно позволить себе купить новую студию, автомобиль, не знаю. То есть на этом можно жить и заниматься дальше этим делом. Возможно ли это в Украине, как ты думаешь? Или это должно быть обязательно что-то международное, весь мир? Мне кажется, да, потому что у нас объем рынка небольшой. У нас на продажах не заработаешь, у нас вообще очень мало людей, мне кажется, покупают музыку и готовы за нее платить. Давай буквально несколько вопросов с очень быстрыми ответами. Нужно ли образование в саунд-продакшене? Конечно, помогает, но это необязательный момент. Нужен ли в современной музыкальной индустрии продюсер? Тоже не обязательно. Артист с навыками понимания, как работают его продукты, как работает рынок, он может вполне самостоятельно существовать. Записать песню, которая стрельнет, это больше удача, либо это технология, и нужно определенным людям обращаться? И то, и то, но мне кажется, больше это все-таки удача. Это совпадение каких-то факторов, которые ты не можешь предсказать. Несколько шагов, как заработать на музыке, твой совет начинающим? Сложный вопрос, как заработать на музыке. Ну, в современных реалиях очень сложно заработать на музыке. Заработать на музыке, мне кажется, в Украине самые топовые только артисты. В этом году, по крайней мере, в 20-м точно. Многие не знают, но именно в феврале самые низкие цены на артистов. Февраль и, ну, 8 марта не в счет, конечно же, но вот конец. Да, февраль, это провальный месяц, вот я по своей кавер-индустрии помню. Ну, в январе что-то там какие-то еще есть новогодние, кто-то там догуливает. Февраль мертвый, в март тоже так. И потом есть еще перед декабрьские, да, вот там в конец октября, ноябрь тоже такой довольно мертвый сезон. Ну, у меня вообще, я как бы не сильно концертирующий артист. Я могу только с диджей-сетом, ну, до этого. То есть у меня был единственный формат выступления, это диджей-сет. Да, конечно, подстухло, и летом было не очень много работы. Ну, несколько было таких там знаковых. Но, если честно, я уже отхожу от диджея и карьеры. Я потихоньку это все уже сворачиваю, закрываю и перехожу на новый этап. Вот, кстати, сказать по поводу твоей сольной карьеры, которая вот сейчас только начинается. Но какой-то период времени ты выступал просто на имени Бусин, как диджей. Да. И все-таки больше было заказов тебя лично, либо в составе Маруф? Я сам очень много поездил, кстати, в прошлом, позапрошлом году и по Украине, и по Польше. Собственно, я-то и не диджеем, диджеем никогда не был. Это началось именно с предложениями. Начали предлагать приехать выступить и предлагать неплохие гонорары. Вот, и я подумал, почему бы и нет. Решил подучиться поиграть. Вот, и честно приезжал, все живем сводил. То есть, все нормально, скиллы набил. Ну, вот, честно скажу, очень классная вещь, это диджейство, я там прям проникся. Правильно понимаешь, что на выступлениях и на концертах Маруф ты далеко не на всех был, и ты редко ездил? Ну, я довольно редко, да. Иногда я могу, там, мог поиграть на гитарке, там, у нее иногда как по диджей, там, на... Ну, редко с ней выступал. Просто мне там, там у нее свое шоу, и мне там, в общем-то, нечего делать, по сути. Задам личный вопрос. До какого-то периода и этапа ты мог присутствовать на этих шоу, потому что один из элементов шоу на сцене, это была часть твоей личной жизни. Поскольку ты встречался с одной из девочек балета. Ах, ты все знаешь. Да, было такое, ну, ну и что? Ну, это же личная, это работа, зачем это смешивать? Я вот поэтому и спрашиваю, насколько это реально совмещает работу и личную? Да вообще лучше-то не совмещать, на самом деле. Лучше вообще подальше держать работу и личную жизнь. Творческому человеку, такому, как тебе, вторая половинка, она должна быть тоже творческой? Из шоу-бизнеса или это может быть менеджер из банка? Да, нет, я думаю, что все-таки удобнее, конечно, и приятнее общаться с человеком со своей сферой. Потому что все-таки люди, которые артисты, они своеобразные люди. Это, ну, им бывает тяжело найти общий язык с, вот, как ты говоришь, менеджерами из банка. Потому что они много разной миры все-таки. Кому бы из украинского шоу-бизнеса не пожал руку? Да нет таких людей, у меня нет таких принципов, прям, чтобы не пожать руку. Всех уважаю, все вообще. Сейчас не могу вспомнить. Ну, может, и есть? Ну, нет, вряд ли. Не хочу бы, азову. Да нет, нет, таких нет просто. Ну, вот смотри, вот на твоем месте буквально недавно был Эль Кравчук, который сказал, что в шоу-бизнесе друзей нет и быть не может. Хотя это выражение политиков. Есть друзья в шоу-бизнесе, конечно, и это прекрасно. Не знаю, может, я еще не дошел до этого этапа, до такого большого, как Эль Кравчук, но мне кажется, нет ничего подобного. И еще один стереотип, который витает в облаках, и многие его озвучивают, что «Ой, в этом шоу-бизнесе все наркоманы и проститутки!» На каком топливе работает украинский шоу-бизнес, как ты думаешь? На алкоголе однозначно. На алкоголе? Да, мне кажется, да. Все пьют. Потому что это наша национальная украинская вообще черта. Вот я, кстати, мы недавно с Андрюхой вспоминали, я ему рассказывал, что вот мой дирижер из оркестра консерватории, он говорил абсолютно правильную вещь, что украинская музыка – это либо полный вообще плач там, и, ну, в общем, или вот такое, рву на себе рубашку, гопца дариться, гопцаца. Нет какого-то среднего состояния. Это чисто алкоголическое состояние. То есть для того, чтобы проверить качество, заходит ли песня, нужно бахнуть и включить ее? А ты знаешь, мне рассказывали, что Андрей Данилко, например, «Сердючка», не знаю, можно ли это рассказывать, но такой есть слух, что он в трезвом состоянии никогда не принимает решения по финалам, там, микса и так дальше, что он обязательно выпивает, входит в это вот такое и слушает песню. Если ему заходит, значит, все, пойдет. Я просто, ты сегодня в очках. Ну, вот такой мой тайный образ немножко вообще, я из клипа «Дрангрув» был в очках и вообще всегда снимался что-то в очках, и мне нравится. Это не связано с тем, что могут быть глаза уставшими? Да нет, я могу снять, меня нагримировали, вот, пожалуйста, посмотрите. Идеально чистые, я подтверждаю, идеальные белки, белые, глаза не нравятся. Визин, так, все, и закрылись. Сколько? А вот не скажу, почему. Потому что нет у меня никакого прайса, потому что я работаю с артистами, только с теми, с кем мне интересно работать. А с ними у меня с каждым свой, может быть, какой-то договор, в каждом я вижу свою. Вот Маруф ко мне может прийти, вообще, то есть мы никогда с ней не обсуждаем вопросы денег. Вообще, я всегда знаю, что все будет в порядке. С такими royalty я бы тоже не обсуждал. Вот, а если кто-то залетает, ну это опять же, я смотрю, исходя из возможностей этого человека. Смотришь по тому, как одет, на какой машине приехал? Да, да, смотрю на телефон там и все такое, да не шучу, конечно. Ты когда-нибудь считал, сколько уходит времени чистого на песню? Вот и до. Ты знаешь, бывает по-разному вообще, бывает, что несколько месяцев можно делать трек. И все равно что-то не так будет. А бывает, что за несколько часов от нуля пишется просто полностью песня. Правда ли, что самые известные песни писались быстро? Ну, у тебя как? Я пытался анализировать, нет такой схемы. Бывает классная песня, над которой ты очень долго работал. Бывает классная песня, над которой быстро. Все, то есть вообще нет, нет схем, короче, все по-разному. Вот как поймаешь настроение, раз, и вот оно очень быстро получилось. То есть бывает, нет. Ну и в конце, когда ждать презентацию твоего сольного проекта? Итак, презентация у нас 11 декабря. Это у нас будет выпуск нашего сингла. И надеюсь, мы и видео тоже уже в этот же день выпустим. До этого мы хотим немножечко наш блог подклепать. Вот и кому интересно, сделать такой маленький анонсик, чтобы люди посмотрели, как писалось, что мы там делали, а потом уже послушали полностью песню. Это был Миша Бусин, друзья мои. Не добавить, не отнять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!